Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории Церкви. История Церкви — это совокупность тех событий, которые происходили раньше, и, конечно же, они не остались в прошлом. Сами события, да, они в прошлом, но влияние этих событий имеют отражение сегодня в нашей повседневной христианской жизни. Мы смотрим в прошлое для того, чтобы понимать настоящее. Мы смотрим в прошлое для того, чтобы мудро прогнозировать и планировать наше будущее. В Церкви есть история, и это наша история, двухтысячелетняя история. И когда мы говорим об истории Церкви, мы, конечно же, как вы помните из предыдущих программ, делим ее на разные этапы и на разные периоды. К каждому из периодов свойственны те или иные особенные характеристики и черты. И сегодня мы продолжаем обращаться к истории Церкви ранней церкви. Напомню вам, что это с 1933 по 313 год, с момента зарождения церкви до того момента, когда император Константин издал эдикт о веротерпимости в отношении христианской церкви, которая на протяжении этого периода была преследуема и гонима в Римской империи. Одна из характеристик ранней церкви – это то, что она была единой, неделимой, но также это то, что церковь была гонимой. И мы продолжаем говорить с вами сегодня именно об этом отношении со стороны Римской империи, в отношении христианства, христианской церкви – гонения, преследования. Когда я преподаю эту тему, тему гонений на христиан в ранний период, многие из моих студентов, слушая истории из ранней церкви, истории преследований, гонений, истории невероятных мучений, которым подвергались христиане за свою веру, несмотря на свое благочестие и благоугодную, чистую, непорочную жизнь, благодаря тому, что христиане сохранили мужество в вере. Это для нас сегодня, конечно, пример и вдохновение. Но, тем не менее, история церкви, гонимой и преследуемой церкви порождает ряд вопросов. Я хочу внести здесь некую ясность, потому что, когда мы говорим «исперед гонимой церкви», это очень-очень условное деление, поскольку церковь с самого момента зарождения и до сегодняшнего дня, она по-прежнему преследуема и гонимой. И на сегодняшний день в мире преследуемых и гонимых христиан именно из-за своей веры, из-за своего убеждения и преданности Христу, не меньше, чем это было в ранней церкви. Тем не менее, это был период, когда практически везде, где находилось христианство и распространялось, оно не имело легального положения и не просто находилось в положении второстепенной или незначимой некой религиозной группы, но оно было, как мы уже много-много раз повторяли, активно гонимой и преследованной, и инициаторами этих гонений выступали зачастую власти, римские власти и правители, не только на территории, конечно же, Римской империи. Итак, когда мы говорим о гонении на христиан в ранней церкви, возникает этот вопрос. Неужели никто не замечал, неужели никто не видел, неужели никто не ценил и не оценивал то благочестие и ту пользу, которая могла быть от христиан в Римской империи? Неужели не было очевидно их ярко выраженная, говоря сегодняшним языком, гражданская позиция? Христиане, они были очень хорошими гражданами в Римской империи, как и в любом государстве. Но, тем не менее, это не просто не было замечено и отмечено, вообще не бралось в расчет в отношении христиан. Следующие вопросы, которые возникают, когда мы говорим о преследовании и гонении на христианскую церковь, как можно было верующим людям проходить через такого рода мучения и страдания? Как можно было подвергать себя, оставаясь верующими своих родных и близких, и при этом сохранять эту глубину веры и посвящения? И, конечно, мы понимаем, что это был период, когда особая благодать действовала в жизни верующих людей, в жизни христиан. Следующий вопрос возникает. Но если период, о котором мы говорим, гонения были равнозначными, или они стихали, затухали, были ли периоды мира, покоя для христиан в этом отрезке гонимой церкви? Мы, конечно, ответим тоже на этот вопрос в нашей сегодняшней беседе. И, конечно, немаловажно, немаловажно ответить на вопрос, а по какой причине? Конечно, мы знаем, что причина гонения на христиан, она была исключительно духовной. Это конфронтация между Царством Света и Царством Тюмени. Это, конечно, агрессия дьявола, которую проявлял разным образом, используя для этого разных людей, когда мы говорим о преследовании в адрес церкви. И предупреждение, которое звучало из Иисуса, Он говорил, «Меня гнали, и вас будут гнать». Я слышал разные оценки причин, по которым были преследованы христиане на протяжении такого долгого времени. И той жестокости, которая проявлялась. Одна из концепций звучит приблизительно таким образом, что христиане, они абсолютно полностью были достаточно праведными, правильными. И никакой причины, никакой провокации со стороны христиан не возникало как повод для преследования и гонения. И все гонения, без исключения, были исключительно по религиозным мотивам, по религиозным причинам. Вот римские императоры или римское общество, они не принимали христианство как религию, не принимали Евангелие как послание, как весь. И по этой причине, именно по религиозной причине, не были гонены. Недавно, совсем недавно, я слышал замечательное выступление одного специалиста в области истории церкви, который как раз освещал этот период, говорил о гонениях на церковь. И он адресовал в своем послании нас к тому, что происходило в тот или иной период в гонениях на церковь. И его заключение звучало следующим образом. Практически все гонения, которые были в адрес церкви, они были или не по религиозным мотивам и не по религиозным причинам. То есть это было какого-то общего порядка гонений, и христианам доставалось так же. И второе утверждение, что если были гонения на церковь, именно как на сообщество верующих в Иисуса Христа людей, то это были гонения исключительно по причине той нерассудительности, глупости, которую проявляли христиане. То есть христиане сами провоцировали гонения. Что бы я хотел сказать вам, если бы вы задавались таким вопросом? То есть, во-первых, конечно, были разные причины, по которым христиане оказались в состоянии гонимых, преследуемых. Одна из причин – это гонения, которые охватывали разные группы людей, и там оказывались христиане. И они тоже были в числе гонимых. Не обязательно это было по причине их веры, убеждения или принадлежности христианскому сообществу. Конечно же, христиане очень часто своим поведением, своими словами, высказываниями, своими действиями, поступками, они провоцировали гонения. Более того, были отдельные группы, всегда не существовали, которые считали, что гонение является неотъемлемым свидетельством того, что христианская церковь находится в правильном состоянии и ведет богоугодный и благочестивый образ жизни. И когда гонения стихали, а такие периоды именно были в истории гонимой церкви, когда гонения стихали, и наступал период затищия, то большая часть христиан радовались и считали, что это ответ от Бога на их молитвы, чтобы вести жизнь тихую, как говорил апостол Павел, и безмятежную. И, конечно, служить Господу, распространяя благою и евангельскую весть. Но вот были христиане, которые считали, что это недопустимо. И истинное состояние церкви возможно сохранить только в состоянии гонений. Если есть гонения, тогда церковь бодруствует, тогда церковь, она живет в благочестии, тогда церковь ищет Господа. Как только наступает период затищий, церковь расслабляется, и она теряет свою духовную твердость и сущность. Так считали некоторые. Поэтому, если гонения затихали, они считали своим долгом делать все, чтобы снова спровоцировать гонения. То есть их действия, их поступки, они как раз были направлены на то, чтобы спровоцировать повторно гонения. И, конечно, среди христиан также был очень почитаемый венец мученика. То есть статус мученика, он был достаточно высоким среди христиан в тот период, в то время. Поэтому некоторым хотелось обладать этим венцом, этим статусом, этим положением, войти в это состояние мученика. А если не было гонений, то и не было такой возможности. Поэтому существовали отдельные группы, которые провоцировали гонения. И когда гонения возникали, они особо, они особо сами, может быть, и не страдали. Но, тем не менее, те, кто начинали гнать христиан, они не различали. Это просто отдельная какая-то юридическая группа или просто какое-то отдельное сообщество христиан. Они устраивали гонения против всего христианского сообщества. И нельзя сказать таким образом, что все гонения исключительно, они были только по причине веры в Иисуса Христа. Нельзя сказать таким образом, что не было гонений именно из-за веры. Но если мы сейчас обратимся к истории как примеру, как уроку для нас, то мы знаем из истории, что император Клавдию в 1953 году устроил гонения против иудеев. Иудеям тоже нелегко приходилось в Римской империи из-за своего монотеизма, из-за инина Божьей и отказа тоже участвовать в тех религиозных обрядах, которые имели отношение не просто к сомну языческих, богов, но они непосредственно имели отношение к римским императорам и к римской власти, как мы говорили в предыдущих программах. Сложность ситуации для христиан заключалась в том, что римский император, он обладал не просто политической, но и религиозной властью. Это не просто была политическая фигура, это была еще сакральная божественная фигура, поэтому нужно было божественные почести воздавать римским императорам. И разные императоры к этому относились по-разному, были императоры, которые настоятельно требовали этого отношения к ним как к богам и исповедания, обращаясь к императору, как мы тоже говорили в предыдущей программе, нужно было, например, Доминициану, он требовал, чтобы непосредственно с его именем произносилось Господь и Бог, что было недопустимо не для иудеев и не христиан. Недопустимо для иудеев и христиан. Давайте вернемся к этой истории. Император Клавдий в 1953 году, он полностью изгоняет, полностью изгоняет иудеев из Рима, и в то время, пока не было разницы, различий, никто не проводил эти черты между иудеями и христианами. Христиан воспринимали как некую юридическую секту внутри иудаизма, поэтому, когда изгоняли иудеев, в этот же период и изгоняли христиан из Рима. И тоже, когда мы говорим о Риме, о Римской империи, возникает вопрос, а что с пресловутым римским правом, а что с пресловутыми привилегиями римских граждан? Мы видим в книге Деяния апостолов, что апостол Павел апеллирует к своему статусу римского гражданина, чтобы защитить себя от преследований представителей римской власти. Впоследствии это уже не помогает и не работает. Я бы хотел также обратиться к той ситуации, которую мы освещали в предыдущих программах. 1964 год император Нерон, он устраивает гонения, жесточайшие гонения в адрес христиан. Христиане становятся преследованы на долгие времена. Но хочу напомнить, что причиной гонений все-таки было не вера и не убеждение христиан. Причина гонения возникла по необходимости, поскольку поджог Рима, и нужно было императору Нерону каким-то образом смягчить гнев, который был направлен в его адрес, принаправить этот воинствующий настрой толпы, которые подозревали императора Нерону в поджоге Рима. И здесь как раз кстати пришли христиане, которые не могли ничем ответить. И, конечно, отсылка к тому, что вот их послание, их писание, их пророчество говорили о том, что весь мир сгорит, и в первую очередь, конечно, вот они подожгли Рим, пытаясь исполнить повеление своих апостолов. И это тоже мы можем говорить таким образом, что гонения, они были спровоцированы, или причиной гонений, это не было то, что христиане, они исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Да, вначале это было неприемлемо для Рима, да, христиане воспринимались как подозрительная, опасная группа, но те даже вот первые гонения, о которых мы сейчас с вами упомянули, они не были связаны исключительно с верой и убеждениями, и проповедью Евангелия. Были совершенно другие причины. Но как бы это ни было, все равно рано или поздно это обращалось в гонение по причине веры и убеждения. Как бы это ни было, по какой причине бы это ни начиналось, рано или поздно поднимался вопрос, вы будете исповедовать Иисуса Христа своим Господом или Спасителем, вы будете отрекаться. И по какой бы причине ни возникали гонения, ситуация выглядела следующим образом. Для того, чтобы спастись, нужно отказаться, нужно отречься и нужно не исповедовать свою христианскую веру и свои убеждения. Но большинство, как мы знаем из истории, избирали, несмотря на гонение, несмотря на причины гонения, несмотря на масштабы, жестокости, избирали оставаться верными и преданными Господу. А были ли те, которые отказывались? А если были, что с ними происходило впоследствии? Имели ли они право на восстановление, на возврат церков, когда гонения стихали? Об этом мы с вами и о императорах-гонителях мы поговорим с вами в следующей программе. До встречи, дорогие друзья! И помните, что история может научить нас много. Субтитры создавал DimaTorzok